Ежегодно в регионе в сети работорговцев попадают от 18 до 25 мигрантов из соседних республик. Об этом сообщил председатель общественного объединения МИРМ и областного филиала бюро по правам человека Александр Муха. По словам правозащитника, в этом году ожидается принятие закона о противодействии торговли людьми. О подробностях расскажет мой коллега. С начала года общественное объединение МИРМ оказало поддержку 8 мигрантам, ставшим жертвом торговли людьми. Ежегодно помощь организации получает 18-25 человек. Им помогают оформить документы, чтобы они смогли вернуться на родину. С ними работают психологи и юристы. При этом наказать работорговцев и эксплуататоров очень сложно, отмечают правозащитники. В основном жертвы приезжают по туристическим визам, но с намерением подзаработать. И когда их против воли держат в качестве дешевой рабсилы, боятся писать заявление о возбуждении уголовного дела. В таких случаях полиция не может проводить расследование и привлекать эксплуататоров к ответственности. Новый закон о противодействии торговли людьми предусматривает наказание работорговцев, вне зависимости от того, есть заявление от потерпевшего или нет. Закон, который сейчас выйдет, он более положительно будет влиять на эту ситуацию. Каким образом? Потому что теперь у нас не может это преступление не считаться преступлением ни по каким мотивам. То есть есть сигнал, проверили, написала жертва, не написала жертва, уголовное дело против работодателя будет обязательно возбуждаться. По словам правозащитников, еще одна проблема борьбы с работорговлей заключается в том, что действующее законодательство требует существенной доработки. В частности, чтобы усовершенствовать статью 128 Уголовного кодекса торговля людьми. Закон это фундамент, на котором держатся все вот эти вот постановления, они естественно будут влиять и на деятельность, может быть и на содержание даже той же 128 статьи, которая у нас четко называется торговля людьми. Почему? Потому что в соответствии с международными стандартами приведено само понятие в республике, что такое торговля людьми, какие виды эксплуатации бывают, которые относятся именно к видам торговли людьми и так далее. То есть этот закон создаст чисто основу для того, чтобы можно было более эффективно бороться с этой проблемой у нас на территории республики. Александр Муха отметил, что законопроект о противодействии торговли людьми, разработанный еще в прошлом году в МВД, сейчас готовится к подписанию. Вступление закона в силу ожидается до конца текущего года. Ердос Кужантуэл, Саламат Кайпов, Дидар.